Кинохроника его не снимала. Провозглашенное им государство существовало всего несколько дней, и то лишь на бумаге. Насладиться властью он не успел. Немалую часть жизни провел за решеткой в тюрьме или концлагере и в подполье, скрываясь под чужим именем. Так что набросать его портрет можно лишь по фотографиям и рисункам. Для фото он позировал, выбирая выгодный для себя ракурс. Рисунки комплементарные. Каким же он был в реальной жизни? Очень невысокого роста, скорее даже маленький. Худощавая фигура Аскета. Суровое и неулыбчивое бледное лицо, горящее внутренними страстями. Холодный огонь в глазах, беспощадный взгляд фанатика. Он с юности был охвачен национальной идеей и, казалось, только искал врага, чтобы его сокрушить. Покидая свой пост, президент Виктор Ющенко со словами «Этого много лет ждали миллионы» объявила по смертной реабилитации руководитель Организации украинских националистов Степана Бандеры. Он присвоил Бандере звание Героя Украины за отстаивание национальной идеи и борьбу за независимое украинское государство. Мне немного не по себе, что этот человек стоит у меня за спиной, вроде как я позирую на его фоне. Но ведь здесь, на западе Украины, он для многих действительно герой. А кем он был в реальности? Пособником нацистов или борцом за независимость Украины? Одно можно сказать точно. Национальное украинское движение требует серьезного подхода. Нужно разбираться. Львов – это улицы, названные в честь вождей Организации украинских националистов и героев Украинской повстанческой армии, которые много лет сражались против советских войск. Это дома с барельефами деятелей, которые во время Второй мировой служили немецкой оккупационной администрацией. И рынки, где торгуют вперемешку советскими орденами, немецкими железными крестами, наградами АУ и УПА. Львов – это памятник евреям, которых немцы убили при деятельном участии местных националистов. Львов – это крест жертвам Голодомора. Львов – это камень на том месте, где будет, как написано, установлен памятник жертвам коммунистического террора. И все это в одном месте. Нам эта картина мира представляется перевернутой. Как это произошло, что на Западной Украине выбрали себе в героя Степана Андреевича Бандерову? В ночь на 23 октября 1933 года Сталину, отдыхавшему в Гаграх, шифротелеграммы из Москвы доложили о теракте организации украинских националистов против советских загранработников. Это было дело рук 24-летнего Степана Бандера. Осенью 1933-го Бандера задумал убить советского консула во Львове. Консульство тогда располагалось в этом здании. В Львовском архиве хранятся польские документы, относящиеся к советскому консульству. У ауновцев там был свой человек, маляр, который постоянно работал в консульстве. Он по просьбе Бандеры составил подробный план помещения и даже набросал портрет самого консула. Убить советского дипломата Бандера отправил Миколу Лемика. Ему было всего 18 лет. Лемик гордился порученным ему делом. Это была одна из черт, определивших успех Бандеры. Умение завоевывать сердца и умы молодых украинцев определенного психологического типа. Микола Лемик подчинялся ему беспрекословно. 22 октября днем Лемик пришел в консульство. Бандера дал ему 30 злоток, чтобы он купил себе приличную поробу. Лемик назвался чужой фамилией и попросил, чтобы его принял советский консул. Микола Лемик вошел в консульство, ощущая себя хозяином жизни и смерти. Судья и палач в одном лице. Он больше всего боялся показаться трусом или недостаточно надежным членом организации. И был намерен доказать свою храбрость и презрение к врагу. В этот день прием вместо консула вел командированный из Москвы дипломат. Лемик сказал ему, у меня в Советском Союзе сестра, она пишет, зовет в гости. Ну покажите письмо, предложил дипломат. Сейчас ты у меня к отца почитаешь, сказал Лемик. Вместо письма он вытащил оружие, выстрелил в дипломата. На шум вбежал дворник. Лемик выстрелил в дворника и сам выбежал из консульства. Убийцу схватила польская полиция, охранявшая консульство. Микола Лемик и не сопротивлялся. Он знал, что молодые украинские националисты будут им восхищаться и захотят подражать. Боевики ООН замкнулись в своем кругу. Для них весь мир сжался до размеров подпольной организации. Если вождь одобрил акцию, значит это правильно. На суде Лемик сказал, что убил советского дипломата в знак протеста против Голодомора. Голодомора, устроенного Москвой на Украине. Его дали 8 лет. В 1939-м немцы освободили его из тюрьмы. Теперь во Львове упоминают как героя. Выстрел в дипломата не был актом отчаяния и протеста беспомощного одиночки. Это продуманная стратегия. Убийство политического врага внушали боевикам ООН не только необходимость, но и долг. Не важно, что убит невинный человек. Цель оправдывает средства. Этому принципу Степан Бандера и его соратники не просто молчаливо следовали. Они превозносили террор. Сначала охотились за польскими чиновниками и представителями советской власти. Потом националисты взялись друг за друга. В конце концов, даже священнослужители попали под жернова жестокой моды. В честь Степана Бандеры на западе Украины открыты музеи. Мы побывали в трех. В его родных местах воздвигли огромный мемориальный комплекс. Степан Бандера родился в этом доме в селе Старый Угрынов. Ныне это Ивано-Франковская область. Его мать, школьная учительница, умерла совсем молодой, едва родив восьмого ребенка. Девочка не выжила. У отца осталось на руках семеро маленьких детей. Андрей Бандера был греко-католическим священником. Его прислали сюда в деревню служить в местном храме. До 1918 года западная Украина, то есть Галиция, входила в состав не российской, а австро-венгерской империи. Это уже отделило ее от восточной Украины. И принадлежность к собственной униадской, то есть греко-католической церкви, делала обитателей Галиции обособленной общностью. Галиция тяготилась ролью заброшенной австрийской провинции. Не Киев, а Львов. Главный город Галиции оказался колыбелью украинской национальной идеи. Здесь она обрела воинственные, агрессивные черты. Объяснение надо искать в психологии, исполненных предрассудками галицийских крестьян, которые во всем видели происки внешних врагов. Украинский национализм изначально имел антирусскую направленность. Даже для Тараса Шевченки Москаль – это чужой человек. Среди галицийской украинской интеллигенции возник романс в Польше. Возможно, потому что поляки тоже страстно стремились к независимости. Осталась в память об этом фигура великого польского поэта Адама Мицкевича в самом центре Львова. И украинский гимн «Сеневмерла Украина» очень похож на польский, еще польская не сгинела. Но в любом случае роман между поляками и украинцами был недолгим. История украинской государственности невелика. Княжили Владимир Святой, Ярослав Мудрый, Даниил Галицкий, Богдан Хмельницкий, да еще были два с лишним года самостоятельности во время Гражданской войны. Первая мировая привела к распаду Австро-Венгерской империи. Национально мыслящие украинцы попытались образовать свое государство. Именно здесь 1 ноября 1918 года Украинский национальный совет провозгласил создание Западноукраинской народной республики. Но поляки не позволили украинцам создать собственное государство. Уже 4 ноября польские войска перешли в наступление, атаковали город и в ночь на 22-е взяли Львов. Среди депутатов законодательного собрания, недолго существовавшей Западноукраинской народной республики, был и отец Бандеры. Политические взгляды достали Степану Андреевичу по наследству. Подростком он состоял в организациях, которые занимались военно-спортивной подготовкой украинской молодежи. Сечевых стрельцов, погибших при обороне Львова, похоронили на Яновском кладбище. Преодолевая ожесточенное сопротивление, украинской армии поляки взяли Галицию. И украинские националисты с горечью говорили, что после Первой мировой поляки получили свое государство, а украинца нет. Поляки победили в войне и захватили украинские земли. Это вызывало отчаяние и озлобление среди западных украинцев. Бандера поступил на агрономический факультет Львовского политехнического института. Собирался стать агрономом, но бросил учебу, потому что вовлекся в борьбу за независимое государство. Степана Бандера с юности отличали упорство, волю, целеустремленность. Он сознательно отказался от топога и алкоголя. Играл на различных музыкальных инструментах. Очень легко сходился с людьми и подчинял их своему влиянию. В июне 1945-го нарком госбезопасности Украины Сергей Романович Савченко разослал начальникам областных управлений ориентировку на Бандеру. Будучи студентом сельскохозяйственной академии, он, готовясь к возможным репрессиям за проведение активной националистической деятельности, тренировал свою волю, зажимал между пальцами карандаш, колол себя иглами и так далее. В случаях зубной боли к врачам не обращался, а зубы рвал у кузнеца. Эмигранты, бежавшие от поляков, в конце 20-х создали организацию украинских националистов. Ее возглавил полковник Евген Коновалец. Цель ОУН – создание украинского самостоятельного соборного, то есть единого государства. Главным врагом назвали поляков, поскольку западная Украина входила в состав Польши. Но равно ненавидели и русских, и евреев. Молодой Степан Бандера присоединился к ОУН и быстро оказался на первых ролях. Боевики из организации украинских националистов мечтали о своем государстве, в котором установят национальную диктатуру. Избавятся от других и останутся одни. Украина – только для этнических украинцев. Остальные народы, живущие рядом, – враги. Лишние на этой земле. Их надо изгнать или уничтожить. Религиозный писатель Георгий Петрович Федотов писал когда-то, что русская интеллигенция несет один грех перед украинским национальным движением. Она его не замечает. Но беда в том, что в замкнувшейся в себе Галиции национальную идею оседлали фанатики и радикалы, такие как Степан Бандера. В этом узком провинциальном мирке развелась националистическая шизофрения, которая как яд разрушала умы. Националисты сделали его героем и тем самым толкнули западную Украину на гибельный путь. Летом 1934 года Бандера подготовил в Варшаве теракт против министра внутренних дел Польши генерала Бронислава Пиратского в ответ на злодеяние против украинского народа. Убийца Гриц Мацейко, фантастически хладнокровный человек, сумел убежать. Но в ходе массовой облавы польская полиция арестовала Бандеру, который снабдил убийцу оружием. Его приговорили к смертной казни, которую заменили пожизненным заключением. Пока Бандера сидел в польской тюрьме, главой организации украинских националистов стал бывший полковник Андрей Антонасович Мельник, который обосновался в Италии под крылышком у Муссолини. Молодежное крыло организации взбунтовалось. Нетерпеливые и радикально настроенные упрекали немолодого Мельника в робости и недостатке решимости. Они искали волевого и отчаянного человека и увидели вождя в Бандере. Организация украинских националистов раскололась на бандеровцев и мельниковцев. Судьбу Бандеры решил Гитлер, напав на Польшу. Немцы выпустили всех осужденных украинских националистов на свободу. Бандера поехал к Андрею Мельнику в Рим. Уговоривал его отказаться от поста руководителя ОУН. Не уговорил. Тогда Бандера сам провозгласил себя главой украинского национального движения. Разгром и оккупация Польши стали праздником для украинских националистов. Враг повержен и унижен. На оккупированной территории украинские националисты оказались в привилегированном положении. Немцы, учитывая их ненависть к полякам, евреям и русским, формировали украинские полицейские подразделения. Закордонный агент НКВД Украины, вернувшись весной 41-го с территории бывшей Польши, доложил. Украинцы в основном верят в победу Германии и ей симпатизируют. Украинцы скорее могут получить государственную службу, дополнительные карточки на продукты питания и имеют больше прав, чем поляки. Поляки и украинцы между собой враждуют. Второй спецотдел НКВД Украины составил обзор писем иммигрантов-украинцев домой. Живется нам очень хорошо. Мы здесь пьем, кушаем и гуляем. А поляки не имеют таких прав, как украинцы. Им не разрешают бывать с немецкими девушками. Один поляк был с немецкими девушками, его застрелили. Слава Украине! Скоро, дорогие мои, придем к вам, но не одни. В Кракове стоят украинские войска, очень много их. Тут собраны украинцы всего мира. А поляков немцы посылают работать, бьют и арестовывают. Поступают с ними так, как они поступали с украинцами. Мы, украинцы, всегда готовы идти на стороне Германии. У нас есть украинские войска, это правда. Дорогие друзья, не падайте духом. Скоро увидимся с вами. Только бы нам справиться поскорей с Англией и Францией. В апреле 41-го в оккупированном Кракове собрался второй конгресс организации украинских националистов. Он провозгласил главной задачей борьбу против Москвы. Украина накануне вооруженного восстания. Еще миг, и миллионы людей Украины возьмут оружие, чтобы уничтожить врага и создать свое государство. Степан Бандера и другие руководители украинских националистов видели, как ведут себя немцы на оккупированной территории. Но преступления нацистов их нисколько не смущали. Напротив, уничтожение поляков и евреев вполне устраивало. Они были уверены, что к ним немцы отнесутся иначе. Вождем АУН заинтересовался Абвер – военная разведка и контрразведка. После войны взятый в плен полковник Эрвин Штольца рассказывал. Летом 1940 года мною был принят Бандера. Он обвинял Мельника в пассивности, доказывал, что он, Бандера, является вождем националистов. Бандера по характеру энергичный, карьерист, фанатик и бандит. Через несколько дней мною был принят Мельник. Мельник обвинял Бандеру в карьеризме, в том, что он своими необдуманными действиями погубит подполье на территории Советской Украины. Вермахт готовился к войне против Советского Союза. Санкции начальника Абвера, адмирала Вильгельма Канариса, Степану Бандере предложили деловое сотрудничество. Для западных украинцев Абвер создал четырехнедельные курсы. Если засылаемую группу снабжали радиопередатчиком, то радисты проходили еще специальный курс. Переброска на советскую территорию большей частью происходила через Словакию и Венгрию. Бандера неверно истолковал немецкие намерения. Абвер видел в украинских националистах подсобную силу в грядущей войне с Советским Союзом. А Бандера решил, что немцы дадут украинцам то, в чем отказывали поляки и русские, независимое государство. Но какое государство? Государство, в котором нет места чужим. Государство только для своих, только для украинцев. Как это случилось? Где линия раскола? Я думаю, это произошло 30 июня 41-го. Этот день расколола Украина. Именно тогда произошло то, что одни считают чудовищным преступлением и трагедией. Другие же называют 30 июня самым счастливым днем своей жизни. Красная армия покинула Львов в ночь на 30 июня 41-го. Пока создавалась немецкая оккупационная администрация, примерно на сутки город оказался во власти украинских националистов. Прежде всего нужно установить, кто и что делал во Львове в эти дни лета 41-го. 30 июня в 4.30 утра в город вошли передовые подразделения 1-й немецкой горно-стрелковой дивизии и украинский батальон с немецким названием «Нахтигаль». Батальон «Нахтигаль», о котором продолжают говорить и спорить, был создан Абвером для проведения разведывательно-диверсионной работы на советской территории. Вместе с батальоном «Нахтигаль» в город прибыла передовая группа организации украинских националистов во главе с заместителем Бандеры Ярославом Стицко. Бандера со свойственными ему авантюризмом и дерзостью поручил Стицко провозгласить независимость Украины. У собора Святого Юра украинцев в военной форме благословил митрополит Андрей Шептицкий, глава украинской греко-католической церкви. Этот собор – главная святыня у неатов. Бойцы батальона «Нахтигаль» распространились по всему городу, захватывая важнейшие объекты, в том числе и тюрьмы. Затем в городе начался один из самых страшных и омерзительных погромов. Первыми стали убивать евреев, затем поляков. Поклонники Бандеры уверяют, что это был всего лишь ответ на преступления большевиков. В сентябре 1939-го Западная Украина цветами встречала Красную Армию, как освободительницу от польского гнета. Но коллективизация, массовые высылки и репрессии быстро изменили настроение. Но разве убийство ни в чем не повинных людей – это ответ на преступления НКВД? Руководители украинских националистов просто воспользовались возможностью сделать то, что им давно хотелось сделать – начать уничтожение чужих на этой земле. В журнале боевых действий немецкой 1-й горной дивизии записано. По настоянию украинцев во Львове дошло до настоящего погрома против евреев и русских. Командир батальона полка Бранденбург 1 июля составил донесение. 30 июня и 1 июля в отношении евреев имели место крупные акции насилия, которые приняли характер наихудшего погрома. Жестоким и отвратительным поведением в отношении беззащитных людей полицейские силы подстрекают население. Все началось с того, что когда Красная Армия оставляла Львов, в городских тюрьмах расстреляли узников, которых не успели эвакуировать. Когда пришли немцы, украинские формирования открыли тюрьмы, увидели трупы, стали вытаскивать их наружу и созывать горожан посмотреть на это зрелище. Когда началась война, содержавшихся в тюрьмах заключенных, которых сотрудники НКВД не успевали эвакуировать, просто расстреливали. Это называлось провести операцию по первой категории. Первые трупы обнаружили здесь, в тюрьме номер один, на улице Лонского. Расстрельная команда из НКВД успела эвакуироваться, поэтому коллективную ответственность за убийство возложили на всех городских евреев и хватали их по всему Львову. А немецкие военные кинематографисты снимали пропагандистские фильмы. Поразительно, с какой скоростью, буквально в считанные часы, подручные бандеры все это организовали. Нашлось множество желающих вступить в украинскую полицию, которую формировали бандеровцы. Эти люди сгоняли евреев в тюрьмы. Ворота тюрьмы Бригитко взорвали, чтобы войти внутрь. Сохранилась фотография, сделанная на этом месте. Схваченных евреев распределяли по трем тюрьмам, вспоминал очевидец этих страшных событий. Одним приказывали выкапывать трупы, других заводили во внутренний двор тюрьмы и сразу расстреливали. Но и те счастливчики, которых оставляли работать, не вернулись домой. Сейчас, конечно, все выглядит иначе, чем тогда. Было лето, а мы приехали зимой, но я стою точно на том месте, где была сделана эта фотография. На глазах толпы украинские полицейские избивали и убивали евреев. Нечеловеческие крики вспоминала одна из немногих выживших. Разбитые головы, обезображенные тела и лица избитых, залитые кровью, смешанной с грязью, возбуждали кровожадные инстинкты черни, которая выла от наслаждения. Женщины-стариков, которые почти без дыхания лежали на земле, тыкали палками, волочили по земле. В первые дни после ухода Красной Армии во Львове убили около четырех тысяч евреев. Вслед за ними убивали и поляков. Хозяином города при поддержке добровольческого батальона «Нахтигаль» оказался заместитель Бандеры по организации украинских националистов Ярослав Стицко. Он мечтал очистить Украину от инородцев. «Москва и еврейство – главные враги Украины», – считал Стицко. «Поэтому стою на позиции уничтожения евреев и целесообразности перенесения на Украину немецких методов уничтожения евреев». В тот день во Львове у Ярослава Стицко появилась возможность реализовать свои взгляды. Он докладывал Бандере. «Создаем полицию, которая поможет евреев устранить и защитить население». Люди Стицко и взялись устранять евреев. После первого дня погромов в ночь на 1 июля руководитель местной организации украинских националистов Иван Климов распорядился расклеить по всему городу обращение. «Народ, знай! Москва, Польша, венгры, евреи – это твои враги. Уничтожай их. Знай, твое руководство – это ОУН. Твой вождь – Степан Бандера». Уничтожение евреев и поляков во Львове было хорошо организованной и продуманной акцией. Трупы, найденные в городских тюрьмах, стали лишь поводом для давно задуманного погрома. Крайний национализм, или точнее расизм, был принципом бандеровской организации. Лозунг организации украинских националистов «Да здравствует независимая Украина без евреев, поляков и немцев. Поляки – Засан, немцы – Берлин, евреи – Макрюк». Теория и учения украинских националистов, считают историки, были очень близки к фашизму. А в некоторых вопросах, например, расовой чистоты, даже жестче первоначальных фашистских доктрин. 1 июля в 5 утра во Львов прибыл штаб Айнзасгруппы СС, которая должна была заняться уничтожением евреев, руководителей советского и партийного аппарата. Начальник Айнзасгруппы, он же начальник полиции безопасности ИСД на юге России, бригада фюрер СС Отто Раш, разместился в здании областного управления НКВД. К погромам 30 июня Раш не поспел. Это сделали его украинские единомышленники. Сторонники и поклонники Бандера десятилетиями доказывают, что организация украинских националистов не имела никакого отношения к уничтожению еврейского населения. Но сравнительно небольшая немецкая администрация не смогла бы уничтожить столько людей, если бы не деятельная помощь местного населения, украинской полиции и украинских националистов. В мае 41-го ОУН подготовила инструкцию «Борьба и деятельность во время войны». В ней говорилось, национальные меньшинства подразделяются на дружественные нам, то есть порабощенные народы, и враждебные – москали, поляки, евреи. Во время хаоса и смятения можно позволить себе их ликвидацию. Утром 2-го июля сюда, во дворец митрополита, пришел львовский раввин доктор Левин. Он попросил Шептицкого как-то воздействовать на украинцев-участников погрома. Шептицкий предложил ему остаться во дворце. Но раввин не пожелал спастись. В одиночку он ушел и был схвачен украинскими полицейскими. Этот эпизод показан в снятом на Украине художественном фильме «Владыка Андрей». Затем следует трогательная сцена. Униадские монахини спасают еврейских детей. Но все это чистая фантазия. Чего не было, того не было. Андрей Шептицкий обещал направить пастырское послание, призвать паству не участвовать в грабежах и убийствах. Он не выполнил своего обещания. Шептицкий выступил против убийства евреев только в ноябре 42-го, когда спасать было уже некого. Ничем не сдерживаемый национализм выплеснулся на улицу, дав выход необузданным страстям, предрассудкам и ненависти. Для евреев и поляков на Западной Украине разверзлись врата ада. И русские тоже ощутили себя в опасности. Еврейские и польские погромы украинские националисты свершили абсолютно самостоятельно, за что немцы могли их только поблагодарить. Но Степан Бандеры ошибочно решил, что наступил благоприятный момент для осуществления вековых чаяний украинского народа, и что он сможет повторить удачный опыт вождя хорватских усташей Антеповелича. Антеповелич – это вождь хорватских националистов Усташи. Хорватия между двумя мировыми войнами входила в состав Югославии. Хорватские националисты, как и украинские, мечтали о собственном государстве. Но только для хорватов. Без сербов, евреев и всех остальных. В 30-х годах Усташи и Бандеровцы, весьма набожные, одинаково искавшие поддержки у Ватикана, тесно сотрудничали. Антеповелич был на 20 лет старше Бандеры. Но между ними было немало общего. Оба невысокого роста с наполеоновским комплексом. И тот, и другой создали вождистские организации. Не признавали оппозиции и разномыслия. Оба фанатики. Оба крайне жестокие. Оба считали террор полезным и необходимым. Антеповелич обосновался в Италии. Ему покровительствовал Муссолини. В том же 1934 году, когда Степан Бандера организовал убийство польского министра внутренних дел, Усташи застрелили югославского короля Александра и министра иностранных дел Франции Жан-Луи Барту. 6 апреля 1941 года Германия напала на Югославию. 10 апреля, когда немецкие войска вступили в Загреб, заместитель Павелича полковник Славка Кваторник провозгласил самостоятельную Хорватию. Божественное проведение и воля нашего великого союзника, многовековая борьба хорватского народа и готовность нашего вождя Анты Павелича идти на большие жертвы, привели к тому, чтобы сегодня, в канун воскресения Сына Божьего, воскресло и наше независимое государство Хорватия. Нацистская Германия признала Хорватию. Она была не очень независимой, но Анта Павелич получил полную власть над своим народом. В Хорватии началось уничтожение инородцев, сербов и евреев. По своей жестокости Усташи не знали равных. Своим врагам они перерезали горло специальными кривыми ножами. Степан Бандера решил последовать примеру Павелича. Полагал, что нацистская Германия поддержит его так же, как поддержала хорватского вождя. Бандера сильно ошибся в своих расчетах. Анта Павеличу во всех отношениях повезло больше, чем Степану Андреевичу. Он все-таки несколько лет был главой государства. После разгрома Третьего рейха Павеличу пришлось бежать из Хорватии, но умер он в своей постели. В том же 59-м году, когда в Мюнхене капитан госбезопасности Богдан Николаевич Сташинский застрелил Бандеру. Но мы забежали вперед. Это историческое здание. Построенное в стиле барокко, оно в середине 19-го века принадлежало обществу просвита, просвещения. И вот здесь, 30 июня 41-го, в 8 часов вечера, Бандеровская организация устроила встречу представителей западноукраинских земель, на котором было решено воссоздать украинское государство. Собрание открыл сам Ярослав Стецко. Он передал привет от Степана Бандера и зачитал акт о воссоздании украинского государства. Затем слово дали отцу Гринюху, военному священнику. Он передал привет от Романа Шухевича, который фигурировал как командир украинского национального легиона, от его воинов. И, наконец, слово взял архиепископ Иосиф Слипой, который передал привет от митрополита Андрея Шептицкого и призвал всех верующих, весь народ Украины, трудиться на благо создания нового государства. Все речи, сказанные в протоколе, сопровождались бурными овациями и проявлениями высокого энтузиазма. Собрание направило приветствие руководителю ОУН Степану Бандери. Привет дворцу и вождю Великой Германии Адольфу Гитлеру. Привет славной непобедимой германской армии. Привет митрополиту Андрею. Привет всем борцам за свободу Украины. Участники собрания горячо и душевно приветствовали присутствовавших на собрании высших офицеров немецкой армии. Профессор Кох призвал присутствующих к самому тесному сотрудничеству с немецкой армией под руководством великого вождя немецкого народа Адольфа Гитлера. Собрание закончилось пением национального гимна. А после собрания вот с этого балкона обратились к собравшимся здесь горожанам. Я бы даже вышел на балкон и показал как это происходило, но нам не разрешили. Слишком ветхое сооружение. Так вот горожанам сказали, что отныне вами будет управлять новое украинское правительство под руководством верного соратника Степана Бандеры Ярослава Стецко. Организация украинских националистов под руководством Степана Бандеры призывает весь украинский народ не слагать оружие до тех пор, пока на всех украинских землях не будет создана суверенная власть. Суверенная украинская власть обеспечит украинскому народу порядок, всестороннее развитие его сил и удовлетворение всех его потребностей. Прямо из просвиты люди Бандеры отправились сюда, на Львовское радио, и передали в эфир сообщение о восстановлении украинской государственности. Кроме того, правительство Стецко обратилось с письменными нотами ко всем странам, которые поддерживали дипломатические отношения с нацистской Германией. Как глава украинского правительства, писал Стецко, считаю, что восстановление украинского государства соответствует стремлению Великой Германии создать Европу на новых основах. Я стою на точке зрения тесной совместной работы испаянного союза с Великим Германским государством, что осуществит наше освобождение из рабства. На следующий день, 1 июля, Шептицкий благословил украинскую соборную самостоятельную державу и признал западноукраинское правительство во главе с Ярославом Стецко. Получилось так, что одни и те же люди руководили наведением порядка во Львове, что вылилось в массовые погробы уничтожения поляков и евреев, и они же провозгласили воссоздание украинского государства. В этом вся сложность. Вспоминают одно и не хотят помнить другое. Это один из самых запутанных эпизодов новейшей украинской истории. Что же произошло? Гитлер был взбешен с самовольством Бандеры и его людей. Создание независимой Украины не входило в его план. На этих плодородных землях он предполагал разместить немецких колонистов. Он не нуждался в украинских союзников. Как не желал иметь дело с генералом Андреем Власовым и его соратниками, которые наперебой предлагали Гитлеру свои услуги. Бандеровцы рассчитывали иметь свое государство под германским протекторатом. Немцы же расчленили Украину. Галицию включили в состав генерал-губернаторства, созданного на обломках Польши. Львов переименовали в Лемберг. Румынии отдали Буковину и территорию между Днестром и Южным Бугом. Иначе говоря, украинские националисты, которые сотрудничали с немцами, на практике помогали нацистам расчленять и грабить Украину. Служить немцам желали различные украинские организации. Конкуренты жаловались немцам, что бандеровцы убивают людей полковника Андрея Мельника, который своеволие себе не позволял и выполнял все указания оккупационных властей. 13 сентября 1941 года начальник Главного управления имперской безопасности Рейнхард Гейдрих распорядился. Члены группы Бандеры устраняют своих политических противников. Уже убито свыше 10 членов руководимой Андреем Мельником Организации украинских националистов. Предлагаю арестовать всех, играющих какую-либо роль в движении Бандеры по подозрению в соучастии в убийстве представителей движения Мельника. Здесь была сначала польская тюрьма. С осени 1939-го тюрьма номер один областного управления НКВД. Пришли немцы и тоже устроили здесь тюрьму. Сюда привозили в том числе арестованных членов ФАУН, которые вышли из повиновения, которых немцы сошли опасными. Здесь закончил свои дни Иван Климов, руководитель львовских националистов, тот самый, который в ночь на 1 июля призывал уничтожать москалей, евреев, поляков и венгров. Нескольких ООНовцев немцы расстреляли. Арестовали Степана Бандеру, его братьев и соратников. Отправили их в концлагеря. Другие украинские националисты продолжали служить в оккупационной администрации, в полиции, во вспомогательных частях вермахта, ехали в Германию работать на военных заводах. Без них немцы просто бы не справились. Степан Бандера и организация украинских националистов оказались в контрах с немецкими оккупационными властями не по собственному желанию. И ссоры с ними их никак не оправдывают. Сажали их не потому, что они были антифашистами, возмущались нацистскими преступлениями, а потому, что они проявили свою волю, не согласовав его с оккупационной властью. Но многие украинские националисты этого не понимали. Продолжали обращаться за помощью в Берлин и никак не могли разобраться, почему же немцы отталкивают протянутую руку, почему не желают видеть в них надежных союзников. Украинские националисты заключили союз с преступниками. Отчего же они решили, что с ними нацисты станут вести себя по-джентльменски? Министр по делам восточных оккупированных территорий Альфред Розенберг повторял, хорошее обращение славянин воспринимает как слабость. Украину опупировали и грабили немецкие войска. Но вожди организации украинских националистов все равно считали главным врагом Москву. Это не могло остаться без ответа. История охоты на Степана Бандера. Следующая серия. Субтитры создавал DimaTorzok Весной 1944-го советские войска, сокрушая вермахт, вступили на территорию Украины. Для восточной Украины приход Красной Армии был освобождением от немецкой оккупации. Западная Украина, которая вошла в состав Советского Союза только осенью 1939-го, встретила восстановление советской власти со смешанными чувствами. Одни были счастливыми и встречали советских солдат как спасителей. Другие помнили ускоренную коллективизацию перед войной, выселение в Сибирь мнимых кулаков и врагов советской власти. Они взялись за оружие. Развернулась настоящая партизанская война. Западная Украина, то есть Галиция и немцев в 1941-м встречала иначе. Различные украинские националистические организации делали ставку на сотрудничество с немцами. Украинцы охотно работали в оккупационной администрации, служили надзирателями в концлагерях и в полиции, охотились за партизанами, участвовали в карательных акциях и, наконец, вступали в добровольческие формирования войск СС. Даже самые видные люди не побрезговали предложить Гитлеру свои услуги и восторгались его успехами. Среди них глава греко-католической униадской церкви Андрей Шептицкий. Из своего дворца митрополит Шептицкий отправил поздравительное письмо ферреру германского рейха Адольфу Гитлеру по случаю взятия немецкими войсками Киева. Украинский народ, писал Шептицкий, видит вас в выдающегося полководцу несравненной германской империи и вверяет вашему полководческому и государственному гене свою будущность. Андрей Шептицкий, митрополит Галецкий, архиепископ Львовский, блюститель киевской митрополии и епископ Каменец-Подольский, пользовался на Западной Украине большим уважением. Сын графа Яна Шептицкого, он покинул австрийскую военную службу, перешел в греко-католическую, то есть униатскую церковь и принял монашество с именем Андрей. Греко-католическая церковь воспринималась как оплот национального духа, как форпост в борьбе против ополячивания. В директиве Наркомата госбезопасности Украины отмечалось. Митрополит Андрей Шептицкий, которого униатское духовенство в связи с его интернированием царским правительством в период империалистической войны сделало мучеником за веру, а украинские сепаратисты превратили в национального героя, отца украинского народа, пользуются среди верующих и духовенства всеобъемлющим авторитетом. Во Львове есть улица, названная в честь митрополита Андрея. А я не могу забыть о том, что Шептицкий благословил создание дивизии Галичина. В других эсэсовских дивизиях это запрещалось, а в украинские разрешили иметь священников. Иосиф Слипой даже провел благослужение во время торжественной церемонии формирования дивизии. Архиепископ Иосиф Слипой, изучавший теологию в Ватикане, был ближайшим помощником митрополита Шептицкого и после его смерти возглавил Униадскую церковь. На Западной Украине никому не хочется это признавать, но церковь благословила молодых украинцев на службу в войсках СС. Говорят, что был дальний прицел получить от немцев оружие, чтобы потом против них же его и повернуть. Дескать, дивизия Галичина тайно замышлялась, как прообраз национальной украинской армии. Это в лучшем случае наивно. Если бы Гитлер, в том числе с помощью украинских националистов, победил, Украина бы исчезла с политической карты мира. И украинские националисты это знали. Все значительно проще. Они связали свою судьбу с Адольфом Гитлером и продолжали идти вместе с ним. Они надеялись на его победу и хотели выслужиться перед ним. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер мечтал иметь собственную армию. Но вермахт возражал против разрастания войск СС. Армейские генералы не хотели делиться ни призывниками, ни вооружением. Поэтому Гиммлер зазывал в войска СС всех расово полноценных европейцев. Добровольцам было обещано после окончания войны немецкое гражданство. Но большинство, попав на Восточный фронт, сильно пожалело, что позволило соблазнить себя. После нападения на Советский Союз принялись формировать армянские, грузинские, азербайджанские и прибалтийские легионы СС. За ужином вставки Гитлер заметил рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру. Я скептически отношусь к участию иностранных легионов в военных действиях на Восточном фронте. Никогда не следует забывать, что любой из этих легионеров будет чувствовать себя предателем своего народа. Стремительное наступление Красной Армии заставило фюрера изменить свое мнение. К концу войны брали всех, кто был готов сражаться на Восточном фронте. Гитлер по-прежнему не верил, что русские и украинцы хотят воевать на стороне Германии. Но в отчаянной военной ситуации хватался за соломенку. Еще недавно в рейхском миссариате Украины презрительно говорили. У нас нет оружия для украинцев. Для вас есть только метла и мотыга. На работы в Германию отправили полтора миллиона украинцев. Они трудились на военных заводах. Но руководителям украинских организаций, которые сотрудничали с немцами, важен был статус союзника в Германии. О создании дивизии Галичина первым официально объявил 4 мая 43-го года Владимир Кубеевич, председатель созданного и утвержденного немцами украинского комитета. В годы немецкой оккупации Кубеевич жил в этом доме. Сейчас здесь мемориальная доска поставлена в честь Кубеевича, видного ученого. Владимир Кубеевич защитил докторскую диссертацию и до войны преподавал географию в Егелонском университете. Обер-группенфюрер СС Ханс Франк, хозяин оккупированной Польши, поставил Кубеевича во главе украинского центрального комитета. Это была организация, обслуживающая интересы оккупационной администрации. «Немцы завоевали для себя Украину и строят колонию. Но мы от этого имеем преимущество», — говорил Кубеевич. «Немцы уничтожили евреев. Украинцы получили возможность занять видные посты, заниматься ремеслом и торговлей, что создало предпосылки для подготовки кадров, необходимых для будущего украинского государства». 18 июля 1943 года здесь, на площади перед оперным театром, устроили парад в честь дивизии «Галичина». Вот здесь, перед самым входом, построили трибуну, украшенную свастикой, и с ней выступали немецкие и украинские чиновники. Желающих вступить в дивизию было множество. Из 80 тысяч отобрали 25. Браковали в основном из-за плохого здоровья и маленького роста. Доброволец войск СС не мог быть ниже 165 сантиметров. Но в конце концов, рейхсфюрер согласился принимать низеньких рекрутов и примирился с дурным качеством расового материала. В СС не призывали. Это была добровольная служба. Иначе говоря, в войска СС по собственной воле пожелали вступить 80 тысяч украинцев. Важно подчеркнуть, по собственной воле. Конечно, была и молодежь, которая поддалась давлению старших. Но остальные вступили в ряды дивизии СС, потому что ощущали духовное и идеологическое родство с германскими нацистами. Их объединяла общность целей и идеалов. 18 июля 1943 года в городе Львове был организован парад добровольцев дивизии СС Галичина. Проповедь прочитал главный полевой духовник дивизии Василий Лоба. Вы, дорогие братья-вояки, старшины, подстаршины и новобранцы, простили со своими матерями и женами теми украинскими спартанками, которые сжимают боль в грудях, отправляя вас на тяжелую кровавую дорогу. Идите, говорили они вам, туда, куда вас зовет народный долг. Призывом в войска СС занимался обергруппенфюрер Готлоб Бергер, старый член партии. Готлоб Бергер писал своим подчиненным, что униатские священники призывают помогать Гитлеру и немецкому народу. Конечно, их проповеди содержат и опасные выражения, но мы скоро удалим этот зуб. Дивизию СС Галичина бросили в бой в июле 1944. Украинскую дивизию разместили в районе городка Броды. Она должна была прикрыть столицу Галиции от наступавшей Красной Армии. Три недели шли бои, после чего от дивизии почти ничего не осталось. Остатки Галичины перебросили в Словакию, где летом 1944-го с помощью советских и британских парашютистов вспыхнуло антифашистское восстание. Украинские ССовцы сражались вместе с немецкими войсками против восставших. Вот тогда немцам вновь понадобился Степан Бандера. Руководитель организации украинских националистов Степан Андреевич Бандера сидел в концлагере Заксенхаузен с осени 1941 года. Немецким оккупационным властям не понравилось его своеволие и привычка устранять конкурентов. Немцы считали, что на оккупированных территориях они сами решают, кому жить, а кому умереть. Из концлагеря его перевели в гестаповскую тюрьму в Берлине. Его родным пришлось хуже, по обе стороны фронта. Первым за Степана Бандеру ответил его отец. 8 июля 1941-го военный трибунал Киевского особого военного округа рассмотрел дело священника Андрея Михайловича Бандеры. Обвиняемый признал, что является украинским националистом. За помощь под поле ему вынесли смертный приговор без конфискации имущества за отсутствием такового. Трех сестер Степана, Марту, Оксану и Владимиру чекисты выслали в восточные районы. Рассчитывали через них найти Степана Бандеру. Его брат Богдан, состоявший в ОУН, исчез в 1943 году, где, когда и кем он был убит, выяснить не удалось. Зато известна судьба двух его братьев, Василия и Алексы, которые тоже принадлежали к организации украинских националистов. Обоих немцы отправили в концлагерь Освенцем. Там они и погибли в 1942 году. Степан Бандера претензий немцам за убийство братьев не предъявлял. И когда ему предложили возобновить сотрудничество, не отказался. В конце войны о нем вспомнил Альфред Розенберг, министр по делам оккупированных восточных территорий. Отступая под ударами Красной Армии, немцы уже потеряли Украину, но жаждали сотрудничества с украинскими националистами с одной целью – задержать наступление советских войск. 27 сентября 1944 года руководители организации украинских националистов Степана Андреевича Бандеру выпустили. К этому времени он уже был сильно больным человеком. Его обуревала жажда деятельности. Но с немцами он разговаривал осторожно. Понимал, что Германия терпит поражение. Поэтому наивно рассчитывать на ее помощь. Обергруппанфюрер Готлоб Бергер, начальник главного административного управления СС, в октябре 1944 года доложил рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру свои впечатления от беседы с Бандерой. Способный, горячий, фанатичный славянин, полезный, но опасный. Договорились, что украинские националисты получат оружие для борьбы против общего врага, Красной армии. Взамен аудовцы взялись снабжать немцев разведывательной информацией о продвижении советских войск. Взятый в плен офицер Абвера показал на допросе. 27 декабря 1944 года я подготовил группу диверсантов из трех украинских националистов. Степан Бандера лично инструктировал этих агентов и передал через них приказание об активизации подрывной работы в тылу Красной армии и налаживании регулярной радиосвязи с Абвер командой 202. Группа была переброшена мною в район Львова и имела при себе для передачи в штаб украинской повстанческой армии миллион рублей, медикаменты, обмундирование, взрывчатые вещества и рацию. Бывший генерал-лейтенант Андрей Андреевич Власов, который перешел на сторону нацистской Германии и которому немцы разрешили сформировать собственную армию для участия в войне на стороне Третьего Рейха, предложил украинцам объединить усилия. Он разговаривал с Бандерой. Степан Бандера наотрез отказался сотрудничать с Власовым, который утверждал, что выступает от имени всех народов СССР. Украинские националисты были против лозунга «Единой и неделимой России». Бандеру беспокоило то, что пока немцы держали его за решеткой, другие украинские лидеры выдвинулись на первые роли. Степан Бандера ненавидел конкурентов и не желал ни с кем входить в Союз. Он желал быть единственным вождем Украины. Он не поддержал создание дивизии Галичина, хотя и не возражал против нее, потому что занимался формированием собственной армии. Немалое число украинцев преданно служили немцам на оккупированной части Польши, потом на захваченной вермахтом Украине. Но когда стало ясно, что немцы не создадут самостоятельное украинское государство, дороги разошлись. Украинские полицейские, солдаты, сформированных немцами батальонов, уходили в лес. Им не хотелось умирать за немцев. В лесу было вольвыкле. Иногда бандеровцы вместе с советскими партизанами противостояли немцам. Иногда вместе с немцами действовали против партизан. Отношение к немцам было двойственным. Кто-то продолжал им служить, кто-то брал у них оружие, а кто-то видел, что от Германии ждать нечего. Но в иерархии врагов, условно говоря, Германия занимала третье место. На втором были поляки, от которых надо было очистить украинскую территорию. А на первом месте Москва. Вот главный враг, который не дает украинцам создать самостоятельное государство. Мы, украинцы, оказались в тяжелом положении, говорилось в воззвании ОУН. С одной стороны, московское еврейское нашествие еще дышит своим угаром. С другой, Германия со своей колониальной политикой уже дает себя чувствовать. Политический ум приказывает нам выжидать. Мы не ведем сегодня народ на баррикады. Не идем в бой с новыми хозяевами Украины. Нашим первым врагом является все-таки Москва. Неважно, сегодня она еще красная или завтра будет уже белая. Когда ситуация на фронте изменилась в пользу Красной армии, ОУНовцы решили, отныне все силы на борьбу с русскими. В лесах Волыни и Полеси началось формирование боевых отрядов, из которых сложилась украинская повстанческая армия, УПА. В истории УПА важную роль сыграла национально-религиозная война с польской подпольной армией Краевой, которая разгорелась в 43-м году. Украинская повстанческая армия силой изгоняла поляков с Волыни, которая должна была стать чисто украинской территорией. Потом началась этническая чистка обратного порядка, когда с польской территории изгоняли украинцев. Юго-восточная часть Польши за три года была очищена от украинцев. Точное число жертв с обеих сторон неизвестно. В Варшаве говорят, что в этой украинско-польской войне погибло примерно 100 тысяч поляков. Причем в Варшаве украинских националистов называют просто бандитами. Но справедливости ради, надо сказать, что потом польская армия изгоняла украинцев со своей территории с не меньшей жестокостью. Эта война предала украинской повстанческой армии героический орион. Она защищала народ от поляков. Командовал УПА Роман Шухевич. Псевдоним генерал Харунджи Тарас Чупринка. Золотую звезду героя Украины Роман Шухевич, он же Тарас Чупринка, получил даже раньше Степана Бандеры. Правда, памятник герою поставили не на родине, а в том месте, где его выследили и в перестрелке убили. Роман Шухевич учился на дорожном факультете Львовского политехнического института. Бросил учебу, чтобы заняться подпольной работой. За участие в убийстве министра внутренних дел Польши был арестован. Восемь месяцев до суда провел в концлагере в Березе-Картовской. Два здания у меня за спиной. Это бывший польский концлагерь, который существовал в этом белорусском городке Береза до 18 сентября 1939 года. Причем сажали в этот концлагерь не по приговору суда, а решением полиции. Как бы сейчас сказали, подрывные элементы, то есть врагов польского государства. Этот концлагерь отличался особо жестоким обращением с узниками. Жена на свидании в тюрьме умоляла его оставить политику. Ничего не могу поделать, ответил Шухевич. Идею я люблю сильнее тебя и сына. После оккупации немцами Польши Шухевич перебрался в Краков. Вступил в созданный Абером легион Нахтигаль. В середине октября 1941-го немцы отправили украинский батальон в Белоруссию для борьбы с партизанами. Ни Шухевичу, ни его единомышленникам не нравилась опасная служба далеко от родных мест. Немцы батальон расформировали. Шухевич ушел в подполье. Отряды украинской повстанческой армии контролировали примерно четверть территории республики. Целые батальоны попадали в засаду и уничтожались. Оуновцам удалось подстеречь командующего первым украинским фронтом генерала армии Николая Федоровича Ватутина. Он умер в госпитале от рана. Отряды украинской повстанческой армии, действовавшие в советском тылу, отвлекали немалые силы Красной армии от войны с вермахтом. Бандеровцы тем самым затягивали Вторую мировую, давая возможность немцам держать Восточный фронт. Гибли бойцы Красной армии и пока вермахт держал фронт, внутри Третьего рейха продолжалось уничтожение невинных людей. Вот в чем частности вина бандеровцев. Произошла полная смена ориентиров. Решили искать помощи у Англии и Америки, поэтому отказались от преследования инородцев, заявили о равноправии всех народов. Антисемитские призывы исключали контакты с Западом, тем более, что евреи уже были уничтожены. Среди бандеровцев ходили слухи о том, что англичане сформировали им в помощь армию из канадских украинцев, которых сбросят с парашютами. В этом доме 23 октября 49-го года ауновский боевик убил знаменитого в то пору писателя Ярослава Голана. Боевика поймали, судили и приговорили к смертной казни. В квартире номер 10, где жил Голан, при советской власти существовал музей. Теперь его нет. В структурах, подчиненных Бандере и Шухевичу, выделилась хорошо организованная служба безопасности. Эсбистами были те, кто еще до войны прошел через немецкую спецшколу. Это были бесконечно жестокие люди, которые убивали всех, кто подозревался в сотрудничестве с москалями. На совести Бандера и Шухевича множество убитых людей. Боевики стреляли в учителей, руководителей клубов и врачей. Очень жестоко обращались с эдносельчанами, которые сотрудничали с советской властью. Не жалели даже детей. И не так просто сказать, кто на западной Украине помогал УПА сознательно. Кто делал это по-соседски, а кто просто был запуган. Откажешь в еде, не путишь переночевать, избистые убьют. Бойцы украинской повстанческой армии уходили в леса, разбивались на небольшие группы и прятались в схронах или в краивках, как здесь говорят. Схрон это просто примитивный бункер. Под давлением советских войск формирование украинской повстанческой армии отступили на территорию Польши и Словакии или ушли в подполье, чтобы переждать там до начала Третьей мировой, на которую они надеялись. Теперь их национальные мечты должны были реализовать американцы. Отряды разбились на небольшие группы. Схроны держались месяцами, но это была тяжелая жизнь. Без свежего воздуха, без нормальной пищи в тесноте болели. Болели цингой, туберкулезом, обязательно ревматизмом. Поэтому чекисты проверяли всех, у кого находили ревматизм. Это считалось самым верным признаком того, что человек долгое время скрывался в бункере. Считалось, что отыскать бункер проще зимой, потому что на восходе или на закате можно было увидеть струйку теплого воздуха, который поднимался из вентиляционного отверстия, и туда чекисты заправляли тонкий и длинный шланг и открывали вентиль баллона со спецсредством «Тайфун». Это усыпляющий газ мгновенного действия. Для захвата боевиков использовали спецпрепарат «Нептун-47». Агенты госбезопасности добавляли его в воду или в пищу, после чего человек терял способность двигаться и на два часа погружался в тяжелый сон. А когда просыпался, его охватывала такая жажда, что ради глотка воды он был готов ответить на любой вопрос, это время считалось лучшим для допроса. За несколько лет движение украинских националистов было фактически подавлено. Помогать бойцам УПА стало страшно. Крестьяне боялись спускать их в дома, кормить, снабжать информацией. Ауновцам было совершенно очевидно, что дальнейшее сопротивление бесполезно. Но одни боялись наказания, другие просто привыкли к власти, которая дает оружие, не хотели возвращаться к нормальной жизни. Когда боевики УПА понимали, что обнаружены и уйти в лес скорее всего не удастся, они подрывали себя или стрелялись. Как правило, украинские боевики живыми в плен не сдавались. Чекисты действовали безжалостно, сомнительные элементы высылали вместе с семьями. Некоторые села, признанные бандитскими, сжигали. Имели место совершенно недопустимые случаи, говорилось в постановлении Политбюро ЦК Компартии Украины от 10 января 1945 года, когда отдельные бойцы и офицеры органов НКВД и НКГБ, не разобравшись, применяют репрессии, жгут хаты и убивают без суда отдельных граждан, которые совершенно не причастны к бандитам, чем дискредитируют себя и органы советской власти. Памятник жертвам коммунистических злодеяний стоит во Львове на улице имени Степана Бандеры. Конечно, документы о преступлениях сталинской эпохи многое меняют в наших представлениях о недавней истории, но не отменяют оценки деятельности руководителей Ауновского подполя, которые годами приказывали убивать невинных людей. Все эти годы чекисты искали главнокомандующего УПА Романа Шухевича. 3 сентября 1944 года начальник управления НКГБ Львовской области инструктировал райотделы. По агентурным данным в районах Львовской области скрывается Роман Шухевич. Опросите всю проверенную авторитетную агентуру. В случае обнаружения Шухевича с максимальной осторожностью проведите негласную съемку и немедленно сообщите во второй отдел УНКГБ Львовской области. Первая ориентировка по розыску Шухевича датирована 1944 годом. Его искали 6 лет и нашли только 5 марта 1950 года вот в этом доме. Для поимки Шухевича во Львов отправился генерал-лейтенант Павел Судоплатов. 5 марта 1950 года он доложил министру госбезопасности СССР Абакумову. В результате суммы агентурно-оперативных мероприятий и проведенной чекистской войсковой операции в 8.30 утра в селе Белогорща Брюховического района Львовской области при попытке захвата оказал вооруженное сопротивление и убит известный организатор и главарь бандитско-ауновского подполья Шухевич Роман Шухевич был предан Бандере исполнял все его указания Бандера требовал продолжать подпольную войну хотя от украинской повстанческой армии мало что осталось но пока его бойцы продолжали умирать Бандера ощущал себя вождем национального движения и представлял интерес для некоторых разведывательных служб во второй комнате жила доверенная связная Шухевича Галина Деды и хозяйка квартиры Анна а здесь была кухня стояла плита готовили печь приметы Шухевича говорилось в ориентировке выше среднего роста плотного телосложения лицо продолговатое рыжий волосы зачесывает на бок нос длинный с горбинкой глаза серые пронзительные взгляд резкий в движении энергичные губы тонкие всегда сжатые портрет точный и все же Шухевич много лет успешно скрывался ездил по стране с документами на другое имя ходил к врачам лечиться даже отдыхал в Одессе здесь была вешалка а за ней соорудили тайник сейчас конечно здесь все переделано а в то время в эту дверцу могли протиснуться Шухевич его связная двое охранников и какое-то время здесь укрываться чекистам удалось сложная комбинация 3 марта 1950 года они арестовали одну из связных Шухевича Дарью Гусяк по кличке Дарка два дня ее безуспешно допрашивали опытная внутрикамерная наседка сумела ее разговорить сказала что ее отпускают и если надо она может передать на волю записку Дарка говорилось в донесении министру госбезопасности Абакумову пытаясь найти способы дать знать Шухевичу о своем аресте приняла предложение о посылке записки в село Белогорще таким образом в 22.00 4 марта стало известно село где укрываются Шухевич и Дилык в 8 утра село Белогорще было оцеплено когда появились чекисты дверь открыла Галина Дедык она увидела что дом окружен и поняла что на сей раз ему идти не удастся Галину Дедык схватили живой она пыталась проглотить ампулу с ядом находившуюся у нее во рту но ей не позволили умереть она должна была дать показания чтобы помочь чекистам покончить супа здесь с тех пор ничего не изменилось даже лестница та же Шухевич появился на лестнице увидел чекистов и начал стрелять одного убил и они открыли ответ на огонь что происходило дальше об этом различные источники говорят по-разному но факт остается фактом живым Шухевича не взяли в вещах Шухевича докладывали чекисты в Москву обнаружены шифры и коды для связи с главарями Оуновского подполья а также паспорт военный билет и другие документы на другое имя Труп Шухевича доставили во Львов где во внутренней тюрьме министерства госбезопасности сидел его сын он и опознал тело отца на всякий случай труп показали еще двоим бывшим Оуновцам они подтвердили это Шухевич розыск командующего украинской повстанческой армии закончился в начале 50-х вооруженное подполье на Украине было подавлено организация украинских националистов существовала уже только в эмиграции ее символом оставался Степан Бандера вступая в ОУН давали клятву клянусь Украине что я преданно и честно выполню все обязательства которые возложит на меня организация украинских националистов под командующим Степана Бандеры я буду всеми своими силами ценой своей жизни бороться за независимую украинскую державу слава Украине слава героям эмигрантская деятельность Бандеры была бы невозможной без помощи западных спецслужб американская разведка пыталась использовать украинских боевиков одновременно для участия в холодной войне которая уже шла и в горячей которая могла разразиться если так много украинцев сражалось в годы второй мировой на стороне Гитлера рассуждали разведчики значит они ненавидят советскую власть и могут быть союзниками в будущей войне в 1948 году командование американской авиации стало изымать украинские города из списка первоочередных целей в будущей войне бомбить Украину не собирались в надежде что она выступит против Москвы англичане использовали организацию украинских националистов для сбора информации о Советском Союзе но люди Бандеры не собирались рисковать жизнью ради того чтобы британцы составляли свои разведывательные бюллетени поэтому украинским боевикам помогали оружием такие действия не могли остаться без ответа попытки найти Бандеру долгое время не удавались пока задание не поручили молодому оперативному работнику Богдан Николаевичу Сташинскому его семья симпатизировала националистам но Богдан который учился в педагогическом институте порвал с родными он был завербован органами госбезопасности Львовской области Сташинский с помощью сестры вошел в доверие к ее жениху который руководил группой боевиков ушел с ним в лес и помог уничтожить группу молодой человек проявил очевидные способности к нелегальной работе его отправили учиться в Киев где в закрытом учебном заведении министерства госбезопасности он изучал немецкие и польские языки ему разработали надежную легенду он выдавал себя за немца Юзефа Лемона родившегося на территории Польши Богдан Сташинский раз за разом проезжал в Мюнхен в поисках Степана Бандера и никак не удавалось его найти пока наконец Сташинский не обнаружил адрес некоего господина Стефана Попеля а именно под этим псевдонима в столице Баварии и жил Степан Бандера руководитель организации украинских националистов вот этот дом Степан Бандера который привык к тому что за ним всегда охотятся и в западной Германии держался крайне осторожно Сташинский искал возможности забраться в дом чтобы найти удобное место для убийства у него был набор отмычек но вскрыть подъезд он не сумел и в гараж где Бандера держал свой пель он тоже не сумел проникнуть ему доставили новую связку ключей один из них подошел к двери и газовый пистолет яд выстреливался тонкой струйкой он вызывал сужение сосудов головного мозга смерть наступала в считанные мгновения Сташинскому вручили противоядие для вашей безопасности предупредил Сташинского офицер оперативно-технического управления КГБ перед акцией надо проглотить одну из этих таблеток а сразу после выстрела раздавить еще и ампулу и вдохнуть ее содержимое противоядие он принимал за завтраком и весь день следил за Бандерой выбирая удобный момент 15 октября 1959 года около часа дня Сташинский увидел машину Бандеры он быстро забежал в подъезд выждал минуту и уже не спеша двинулся навстречу Бандере Сташинский действовал совершенно хладнокровно Степан Андреевич Бандера одной рукой держал бумажный пакет с только что купленными помидорами а другой пытался вытащить ключ застрявший в замочной скважине Сташинский участливо спросил что замок испортился Бандера ответил нет все в порядке при этом он посмотрел на незнакомца тогда Сташинский поднял газовый пистолет прикрытой газеты выстрелил Бандеры прямо в лицо и убежал Сташинский получил орден из рук председателя КГБ Александра Николаевича Шелепина орденоносца отправили на курсы переподготовки и предупредили что впереди долгая командировка на запад работа вас ждет нелегкая но почетная со значением сказал ему Шелепин но у Богдана Сташинского была любимая женщина немка Инга Поль она уговорила его бежать на запад они сделали это в августе 1961 года Сташинский сдался западно-германской полиции и все рассказал я потом Шелепину и ему говорил ну зачем ты пошел он там с какой-то немкой роман у них и он попросился с ней встретиться он им отпустил а он оказывается она работала против него они друг против друга работали а там любовь завелась и когда он у него знак благодарности за то что он совершил такой акт и все прочее тем более ему орден вручили все его отпустил там на неделю а он остался там и все выдал Сташинского судили в Карлсруе приговорили к 8 годам тюремного заключения судья назвал советское правительство главным виновником убийства Степана Бандера его его должны были ликвидировать в 50-м году надо было в 49-м 50-м 51-м еще в 53-м можно было но не в 59-м он раздражился полностью это был политический труп сегодня с нашей помощью не без нашей помощи мы его реанимировали он герой нации а он далеко не герой далеко не герой Степана Бандера и его соратников рисуют антисталинистами борцами за свободу и независимость украинского народа но непредвзятый исторический анализ показывает что они сознательно шли на сотрудничество с Третьим Рейхом они видели как ведут себя немцы на оккупированных территориях но их это нисколько не смущало они действовали такими же методами и придерживались той же расовой идеологии они приветствовали военные победы вермахта и уничтожение немцами мирного населения они служили в оккупационной администрации и тем самым помогали Гитлеру исполнить программу уничтожения Украины порабощения и уничтожения как украинского так и других славянских народов если Бандера и его некоторые соратники вышли у немцев из доверия и оказались в концлагере а кого-то и расстреляли то не потому что были противниками нацистской теории и практики а потому что им предназначалась роль подручных а они претендовали на большее коль связался с преступниками не удивляйся что сам стал их жертвой беда в том что в советские времена все скрывалось история искажалась и препарировалась в результате нелюбовь к советской власти предала героические черты всем кто с ней сражался вокруг Бандеры Шухевича УПА сложились легенды и мифы которых они не заслуживают мифы живут долго но не становятся от этого правдивее а когда советский союз рушился Степана Бандеру сделали знаменем героем антироссийской борьбы и он вытеснил в исторической памяти другие куда более достойные фигуры украинской истории в чем нуждаются и Россия и Украина это в углубленном основательном изучении нашей общей истории которая не должна превращаться в инструмент текущей политики и тогда быть может мы лучше поймем многосложную историю украинского национального движения а здесь на Украине перестанут называть Степана Бандеру героем субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok